2 января 1982 года Центральное телевидение СССР сразу после программы «Время» показывает передачу «Новогодний аттракцион». Её снимали в цирке на Цветном бульваре. Двухчасовое, как бы сейчас назвали, шоу – важная примета времени. В тот момент цирковое искусство в стране на пике популярности. Иллюзионисты Эмиль и Игорь Кило, клоуны Юрий Никулин и Олег Попов, дрессировщики Валентин Филатов, Вальтер и Мстислав Запашные – эти имена известны всем. Месяца не пройдёт после той новогодней премьеры, как за кулисами цирка поселится страх. На директора Союзгосцирка Анатолия Колеватова заведут дело о взятках, а звёзды манежа начнут ходить на допросы, как на работу. Но почему многие из них сочтут обвинения несправедливыми и даже попытаются защитить своего начальника? Кем он был на самом деле? Чиновником, потерявшим чувство меры? Жертвой обстоятельств или пешкой в чужой игре? Арест управляющего всеми цирками Советского Союза был исполнен подчёркнуто демонстративно. Следователи пришли в кабинет Колеватова в самый разгар рабочего дня. Пришли люди в кабинет. Союзгосцирка тогда миллион народа. И через строй всех артистов его спустили вниз и посадили в воронок. О задержании директора Союзгосцирка телевидение, радио и газеты молчали. Однако не прошло и нескольких часов, а столичная богема уже обо всём знала. Конечно, это вызвало шок. Значит, какие-то перемены в обществе. Если таких людей арестовывают, значит, что-то происходит в нашем датском королевстве. Практически одновременно с арестом Анатолия Колеватова в Москве хоронили главного идеолога эпохи, секретаря ЦК КПСС, члена Политбюро Михаила Суслова. И очень вероятно, что между двумя этими событиями есть связь. В эти же дни умирает Михаил Андреевич Суслов, которого хоронят около мавзолея Ленина в землю. И для Юрия Владимировича Андропова это сигнал к тому, что он начинает двигаться к роли первого лица государства. Всесильный председатель КГБ Юрий Андропов вскоре займёт место Суслова, станет вторым человеком в партийной иерархии и сможет претендовать на кресло генерального секретаря ЦК КПСС. Серый кардинал, как называли Суслова, во многом определял расстановку сил в высших эшелонах власти. Его смерть меняла ход большой политической игры. Борьба за пост руководителя страны вступала в решающую стадию. Так неужели директор Союзгосцирка стал первой её жертвой? Это какая-то возня, явная какая-то подковёрная игра. За первое место, Брежневское место, Брежнев всё, он уже на излёте, он уже еле говорит, он уже практически всё, он уже... Все понимают, что немного осталось. Идёт борьба за власть. И вот результат борьбы, вот этот странный арест. Но какую же роль играл Колеватов, если его фигура стала разменной в сложной политической партии? Казалось бы, такого рода интриги плетутся вдалеке от циркового манежа. Анатолий Колеватов возглавил Союзгосцирк в 1977 году. По слухам, назначение не обошлось без участия Галины Брежневой. Она, как и отец, обожала цирк. Колеватова хорошо знала по его прежней работе директором-распорядителем Большого театра. К тому же Галина дружила с дочерью Анатолия Андреевича. Но не эти ли связи с людьми из ближнего круга генерального секретаря всего через несколько лет станут причиной обрушившихся на директора Союзгосцирка несчастья. В 1977 он, конечно, еще не знает своей судьбы. Новая ответственная должность вдохновляет и становится серьезным повышением в послужном списке Колеватова. Союзгосцирк – это огромнейшее объединение всех цирков, которые находятся в Советском Союзе. Ну, представьте себе, все союзные республики имеют столицы, имеют стационарные церки. Огромное количество еще так называемой церкви Шапито, которая гастролирует по всей стране. В церковом сообществе Колеватова приняли на ура. Не артист для начальства, а начальство для артиста. Такой принцип работы нового руководителя и удивлял, и подкупал одновременно. Театр плакал, когда он уходил. Колеватова любили, его любила театральная богема. Когда он пришел в цирк, к нам, мы сразу стали восторгаться этим человеком. Он пришел, и цирк заиграл новыми красками. Мы даже тогда не думали, что столько много зависит от рук водителя. Знаменитому советскому клоуну Олегу Попову при первой же встрече новый директор заявил «Вы наш бриллиант, мы – ваше оправа». Такое демократичное, если не сказать отеческое отношение, возможно, объясняется тем, что свою карьеру Колеватов начал на сцене. Поскольку он сам артист, я думаю, что он во многом больше понимал душу тех людей, с которыми он работает, чем просто какой-то, говоря современным языком, менеджер, который был бы приглашен на эту должность, там, чиновник от партии и так далее. Да, он знал этих людей. В 1942 году Колеватов закончил Щукинское училище и поступил в труппу Вахтанговского театра. 9 лет Анатолий играл лишь маленькие роли и понял, выдающимся актером он не станет. Многие из его знакомых говорили, ну что ты, ну посиди, ну будешь еще пару лет выходить кушать подано, ну потерпи, мало ли, большинство актеров вот так и начинали. А он все-таки вот понял, что это не его. И он решил уйти в административную работу. И вот тут он оказался, как говорится, на коне. В отличие от актерского, административный талант Колеватова оценили сразу же. Он начал двигаться по карьерной лестнице. Вскоре стал главным администратором в Малом театре, затем директором Ленкома, после управлял театром оперетта и, наконец, возглавил Большой. На посту руководителя главного театра страны Анатолий Андреевич снискал себе славу блестящего управленца и искреннюю любовь к Олегу. Самое главное, что он любил артистов. Вот самое главное. Он всех, и народных, и простых, и придет, и улыбнется, улыбка обаятельной. Он пробивал для артистов премии, путевки, квартиры, награды и звания. И готов был помочь в трудную минуту любому сотруднику, от народного артиста до гардеробщиков и уборщиц. К нему приходишь с какой-то просьбой, неважно, молодой актер, или уже ветеран арены. Он тут же снимает трубку, начинает, не то что откладывая, ладно, я там позвоню, позвони мне там через пару дней. Нет, он тут же кидался в бой. И не случайно молодые говорят, все, пойду к дяде Толе, пойду к дяде Толе, все, безвыходное положение. И вот он вмешивался, он помогал молодым. Анатолий Андреевич был очень обаятельным человеком и обзавелся друзьями и покровителями в высших эшелонах власти. У него были связи и в руководстве, и в городе, и где угодно. За 20 дней до ареста Колеватова я позвонил Колеватова поздравить его с Новым годом. Он говорит, тебе большой привет, а мне 26 лет. От кого? Он говорит, от Николая Анисевича. Я так холодею, говорю, от какого Николая? Ну как от какого? От щелка, вот мы сидим с ним Новый год справляем. Не могло в голову прийти, что через 20 дней он будет арестован в кабинете. Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков входил в ближний круг Леонида Ильича Брежнева. Они познакомились и подружились еще в молодости, когда оба начинали строить партийную карьеру на Украине. Имея такого покровителя, Колеватов, казалось, мог ничего не опасаться. Конечно, Колеватов, это было, когда мы услышали о том, что он арестован, это было просто для нас как удар молнии. Меньше, чем за полтора года до ареста, летом 80-го, Анатолий Колеватов отмечал 60-летний юбилей. Кабинет директора Союзгосцирка был буквально завален подарками. Юбиляра поздравляли друзья и коллеги, подчиненные и высокие начальники. В результате подарков собралось так много, что все стены просторного кабинета от пола до потолка были заставлены коробками с дорогими вещами. То, что Колеватову действительно было нужно, он увез домой. Все остальное так и осталось лежать в кабинете. Думал ли Анатолий Андреевич, выслушивая поздравления, что все эти подношения вскоре превратятся в вещественные доказательства? Нет. Директор не верил в это до самого конца. После ареста дома у Колеватова провели обыск. Имущество из квартиры руководителя Союзгосцирка вывозили на двух грузовиках. Его оценили в 2 миллиона рублей. Неслыханная по советским меркам сумма. Директор не лукавил и откровенно рассказывал о происхождении тех или иных вещей. Не отпирался, очевидно, полагая, ничего криминального в его действиях не было. На 60-летие его в 80-м году его задарили подарками. Там все. От магнитофонов до, я не знаю, какого-то оружия холодного, ценные вещи. В общем, он был завален этими подарками. И он искренне говорил, да, вот это вот, все вот эти вот ценности, которые вы видите, это подарки на 60-летие. Но он думал, что это как-то смягчит. Ведь все же знали, вся страна знала, что даже на самом верху получали подарки. К юбилеям и так далее. Но следствие сочло все подарки взятками. Больше того, Колеватова обвинили в том, что напутал систему Союзгосцирка плотной коррупционной паутиной. Мол, за утверждение номеров или за поездку на гастроли за границу, артисты обязаны были платить деньгами или вещами, в том числе, дорогой электроникой. Я не думаю, что он нарочито обкладывал всех данью. Но то, что ему несли подарки, приезжая из-за границы, то, что Никулин приносил ему подарки, Запашные приносили ему подарки, ну и вот всех, так сказать, кто был тогда на вершине циркового Олимпа, это совершенно очевидно. Я не привозил ему ничего. Ну ничего, то, что он меня не спрашивал, он с молодых. А старшие, он тоже с них не спрашивал. Просто каждый считал, что он дружил с ними. А раз дружу, вот Юрий Владимирович, он говорил, ну как, ну я дружу с ним, что я другу на день рождения? Ну подарил люстру. Что я ему, табакерку подарю? Понимаете, или штука? Это вы можете, а я, моя зарплата позволяет мне хороший подарок сделать моему другу. Они друзья были. На следующий день после ареста Колеватова в управлении отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности ОБХСС, который занимался расследованием, появились люди из прокуратуры. Они потребовали Колеватова отпустить. Следователь в панике, потому что он не знает, как ему вести. Это же 82-й год. Да и сейчас бы любой следователь оказался в панике. Как это так? Он подписывает документы об аресте, а тут приходят другие люди, показывают другие документы. Нет, его надо отпустить. Это развал дела. Это его уже проблема. Это его биография. Очевидно, кто-то из влиятельных знакомых директора Союзгосцирка воспользовался своими властными полномочиями. Заступничество сработало, Колеватова отпустили. Но одновременно начальник управления ОБХСС позвонил по только ему известному номеру и доложил, что освободил задержанного по приказу сверху. На другом конце провода немедленно потребовали материалы дела. Несколько часов шла подковерная борьба, которая закончилась поражением защитников Колеватова. Позиция прокуратуры поменялась на диаметрально противоположную. Немедленно арестовать. Анатолий Андреевич едва успел доехать до дома, как за ним пришли снова. Есть версия, что вступиться за Колеватова пытался влиятельнейший хозяин Москвы, глава столичного горкома КПСС, член Политбюро и возможный претендент на место генерального секретаря Виктор Гришин. Я думаю так, что это как раз Андропов и Гришин выясняли между собой Гришин, хозяин Москвы. Андропов у нас возбавляет КГБ. Вы понимаете, что это такое вообще? Выигрывает сторона Андропова. После повторного ареста расследование стремительно начало набирать обороты. Свидетелями по делу Колеватова стали звезды цирка Юрий Никулин, Игорь Кио, Мстислав Запашный и другие. Никто из них не мог спать спокойно. Каждый в тот момент рисковал занять место рядом с любимым начальником в камере предварительного заключения. Если подарок взятка, то по закону отвечать должны обе стороны. И тут шок был неимоверным, потому что вызывали Никулина Юрия Владимировича, вызывали Олега Константиновича Попова, вызывали Игоря Емельевича Кио. Они привыкли, что они как космонавты, а тут следователи с ними разговаривали как с разбойниками. Знаменитый советский иллюзионист Игорь Кио в своих мемуарах вспоминает, как узнав об аресте Колеватова, он тут же позвонил клоуну Юрию Никулину. Договорились встретиться и попробовать что-то предпринять. Попов, Никулин, Запашный, Кио добились аудиенции у министра культуры СССР Демичева. Но Демичев очевидно не хотел или не мог вмешиваться в дело. Он и сам был шокирован, что его не предупредили о предстоящем аресте Колеватова, между прочим члена коллегии министерства. По воспоминаниям Кио за время разговора оживился министр только один раз, когда Олег Попов вдруг сказал, Петр Нилч, ну как же так? Вот я однажды был у вас, подарил вам авторучку с золотым пером. Разве это взятка? Демичев ужасе закричал, она у меня в комнате отдыха, вы можете проверить, она здесь. Такая реакция еще раз доказывает, что дело Колеватова напугало многих обитателей высоких кабинетов. Принцип ты мне, я тебе едва ли не основа жизни в позднюю брежневскую эпоху. Так была устроена страна, за услугу принято благодарить. Будь то продавец в магазине, который достанет тебе дефицитный товар, сотрудница правкома, распределяющая путевки на отдых, или директор, который решает, кто поедет на гастроли в Париж, а кто в Тулу. Ну что такое взятка, в чем его обвинили? Взятка это ты когда привозишь в подарок, а ты мне, меня за это пошли куда-нибудь, что касается циркового артиста, за рубеж, да? Ну зачем Олегу Попову, извините меня, давать Колеватову взятку, я до сих пор этого понять не могу, которым он был нарасхват во всех цирках мира. И он приезжал из Германии, через два дня уезжал во Францию. И так все время. И если Колеватову Попов привез в подарок и за рубеж, это не взятка. О том, что с артистов, выезжавших за границу, деньги собирали даже для самой Екатерины Фурцевой, в ее бытность министром культуры, вспоминала оперная певица, народная артистка СССР Галина Вишневская. С точки зрения советского права, все это уголовно наказуемо, но круговая порука делала всех причастных безнаказанными. Они приступали закон, но в то же время были жертвами системы и не имели возможности нарушать негласные правила чиновничего мира. Надо понимать, чтобы пробить какой-то номер за границу, не только он принимал решение, многие принимали, там нужно было несколько подписей собрать. Там и Министерство культуры играло серьезную роль, и партийная верхушка, и КГБ играло серьезную роль. Здесь, скорее всего, если он брал взятку, скорее всего, он ее, он делился этими деньгами. С кем-то, кто уже ставил окончательную точку на этом вопросе. Но почему же в случае с Колеватовым устоявшаяся практика вдруг не сработала? Быть может, он перешел к какую-то невидимую черту? Дорогие товарищи! Советский цирк был не только очень популярен, но еще и прибылен, а зарубежные гастроли цирковых артистов приносили бюджету огромные деньги, причем в валюте. Артисты получали вот гонорар, который им выплачивал импресарию, они получали там от 5 до 15 процентов. А остальные деньги от каждого артиста собирались и отправлялись или в посольство, или в госконцерт. Цены на нефть могли расти и падать, а доходы от цирковых выступлений оставались на стабильном высоком уровне. В стране существовало два самых прибыльных творческих коллектива Большой театр и Союз Госцирк. Последний приносил больше. Валюта, которая в Советский Союз зарабатывала, зарабатывала с артистами балета и артистами цирка. Цирковые артисты были очень востребованы, но в то время это же было феноменально, понимаете, это были огромные цирковые трупы, коллективы в составе 150-120 человек, которые выезжали в Америку, в Японию, по всему миру, во Францию и так далее, гастролировали. Звезды манежа, разумеется, тоже пользовались возможностями, открывающимися за рубежом. Странно было бы не купить импортную одежду или технику, которую в СССР днем с огнем не сыщешь. Поговаривали, будто некоторые цирковые артисты поставили дело с размахом и перевозили в клетках с хищниками контрабанду. Мол, какой таможенник полезет проверять, что там у льва в подстилке. Как правило, в основном это были дрессировщики хищников. Вы подходите, клетка, там стоит тигр. Но если вы таможенник занудный, скажите, выведите тигра. Но вы же не догадываетесь, что у этой клетки второе дно есть. Тогда появились часы, такие с кнопочками. О-о-о, мода, бешеных денег стоили. И один мой знакомый артист привез сто штук. Огромные деньги. Это направление следственные органы начали разрабатывать еще до ареста Колеватова. Поводом стало громкое уголовное дело. В декабре 1981 года в высотку на Котельнической набережной в Москве молодые люди принесли елку. Мы к Ирине Бугримовой, заявили они консьержу. Это подарок. Но Бугримовой нет дома, возразил тот. Посетители пообещали, что оставят елку на лестничной клетке у квартиры легендарной дрессировщицы. Через час выяснилось, дверь в жилище звезды советского цирка взломана, украдена ее богатая коллекция бриллиантов. В ходе расследования всплыла фигура дочери генерального секретаря Галины Брежневой. Ей даже пришлось побывать на допросе. Дело в том, что именно хорошего знакомого Брежневой артиста цыганского театра Румен Бориса Буряцы следователи арестовали как заказчика ограбления Бугримовой. Осудили его, правда, не за эту кражу, а за спекуляции дубленками. Самой Брежневой никаких обвинений не предъявляли. Удивительно, что при живом еще генеральном секретаре правоохранители осмелились вообще о чем-то расспрашивать его дочь. Была затеяла вот эта вся интрига вокруг Брежнева и его семьи, поскольку самого Брежнева дискредировать нельзя было никаким образом, все-таки он генеральный секретарь, а вот его семью можно было через Галину Брежневу, чтобы в нужный момент, если борьба обострится за власть между Андроповым и брежневским группировкой, какой-то другой, весь этот компромат и предъявить. После ограбления Бугримовой у следователей возник вопрос, на какие средства дрессировщица приобрела невероятно дорогие ювелирные и организатором преступной группы работников цирка, которые наладили нелегальный канал поставки бриллиантов в СССР. Но эта версия так и осталась недоказанной. В материалах уголовного дела Колеватова контрабандных эпизодов нет, только подарки, которые, как заявляли на допросах артисты, вовсе не были обязательными. То есть, директор не вымогал их, а действовал по принципу «дают, бери». Анатолий Колеватов был женат на актрисе Ларисе Пашковой. Они познакомились в Ахтанговском театре, в труппу которого поступили почти одновременно в 1942 году. Уже будучи замужем за Колеватовым, Пашкова преподавала в театральном училище имени Щукина. Ее бывшие студенты вспоминают, что зимой педагог вела занятия в очень удобной дорогой шубе, хотя аудитория отоплюлись. Я, например, своими глазами видел, как она сидела зимой в аудитории студенческой в своей шубе. Это вызывало диссонанс. В шубе педагог сидит уже отчего и тогда, почему она не хочет оставить ее в гардеробе. А гардеробы у нас были открытые. Мне сказали, ты знаешь, сколько стоит эта шуба? Я спросил, нет, мне сказали, 10 тысяч рублей. В те времена даже престижный автомобиль «Волга» стоил дешевле. Было видно, что Лариса привыкла из госцирка, могла при всех заявить, ну что это? Такой-то, она называла фамилию артиста, привез Толи из-за границы штаны. Скинулись бы лучше и Мерседес ему подарили. Этот эпизод лишний раз доказывает, подарки не считались противоправным явлением, а уж тем более преступлением. Даже во время следствия Колеватов не предполагал, что ему грозит реальный тюремный срок. Много прочитав, осмотрев, я абсолютно уверен, что это была интрига и все это дело, которое было инспирировано Юрием Владимировичем Андроповым. Ему надо было показать, вот именно насколько брежневская команда, не трогая самого Брежнева, но насколько вся команда Брежнева прогнила. В том числе и цирк, который Брежнев безумно любил. О политической подоплеке дела начали шептаться сразу же. В пользу этой версии говорила не только нетипичность процесса. Была еще одна странность. Колеватова судили за подарки, объявленные взятками, но по закону ответственность должны были нести и те артисты, которые эти подарки дарили. А что делать с артистами? И тогда артистов попросили всех написать, что Колеватов у них эти подарки вымогал. Хотя это неправда. И вот благодаря вот этой ловке юридической, что вы знаете вы не могли, но он вымогал и все, и все, не арестовали никого, кроме Евгения Рогальского. Вместе с Колеватовым и его заместителем Горским под суд попал лишь дрессировщик, народный артист РСФСР Евгений Рогальский. Мой Женя даже не знаком был с Колеватом. Он уже весь мир объездил. Он уже имел все ордена, все. Он не верил. Он говорил, подождите, это ошибка. Не может быть. У меня никаких богатств. У меня ничего. Я живу в двух маленькой квартирке. Только много лет спустя стало известно, по какой причине он вызвал пристальный интерес правоохранительных органов. Вдова Рогальского Ингелина рассказала журналистам о том, как любимец всего советского народа Иосиф Кобзон пытался выяснить у следователя, за что арестован ее муж. Иосиф Кобзон. Когда он узнал, что Женя вот так случилось, что так с артистами, он пришел и говорит, за что ты Женьку взял? Освободите Женю, ну что он сделал, он артист цирка, у нее лошадки, у нее собачки. А следователь говорит, пусть даст Щелокова. Как? Ну мы же знаем, что они дружили. Дружбой с министром внутренних дел СССР Щелоковым супруги Рогальские никогда не кичились, но и не скрывали ее. Во всяком случае, в цирке она ни для кого не была секретом. Это и есть та преступная ошибка, которая была совершена во имя каких-то политических хотелок. Вот и все, что я могу сказать. А кто с кем дружил? Наверное, Рогальский поплатился за дружбу со Щелоковым. Да не наверное, а сто процентов. Никаких показаний на Щелоков Рогальский не дал. Но не исключено, что их пытались получить и от Колеватова. В таком случае, руководитель Союза госцирка действительно мог стать случайной жертвой борьбы за власть, которая развернулась между кремлевскими кланами в последний год жизни Леонида Брежнева. Да, это похоже на правду. Скорее всего, во время этих военных действий от него хотели получить еще и показания на каких-то других людей. Иначе смысла никакого нет. Он сам по себе, да, ценная фигура, но в связке с этими людьми, в связке того, что он мог дать компромат на сильных мира сего, да, это очень похоже на правду. Следствие по делу Анатолия Колеватова продолжалось два года. Суд над ним состоялся уже после смерти Юрия Андропова, но все равно закончился суровым приговором. В этом смысле система работала уже по инерции. Если есть дело, оно должно быть доведено до конца. Суд вышел громким. Многие артисты открыто заявляли, что считают преследование Колеватова несправедливым. Это такое, знаете, как шальная пуля, раз нечаянно и подстрелила великого человека. Вот это как птица на полете, понимаете, так его с ним поступили. Конечно, он очень большой, я считаю, огромный дал цирку такую энергию уважения к артистам. То, что посадили Колеватова незаслуженно. То, что человека нужно было восхвалять, давать ему пути, давать ему зеленую дорогу для работы. Все видели, как он поднимает отрасль. А не сажать в тюрьму. Колеватов получил 13 лет колонии с конфискацией имущества. К реальному сроку приговорили и Евгения Рогальского. Он тоже отправился в колонию. Колеватов провел в заключении 6 лет. Освободился условно-досрочно больным и фактически нищим человеком. Его жена Лариса Пашкова покончила с собой за год до его выхода из колонии. После освобождения Анатолия Колеватова звал на работу ставший к тому времени директором цирка на Цветном Бульваре Юрий Никулин. Но Колеватов не захотел возвращаться в этот мир важнейшего искусства, сломавшей ему жизнь. Ему пришли на помощь друзья. Бывшего директора Союз Госцирка пристроили на скромную должность в Малый театр. Там он прослужил до конца дней.